В администрации Щелковского района состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители администрации района, ГИБДД, дорожных и коммунальных служб и транспортных предприятий. В ходе заседания представители комиссии подробно рассмотрели текущую ситуацию на дорогах и отметили, что количество ДТП в феврале 2016 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 60%. Спасенные человеческие жизни стали мерилом эффективности административных программ. Положительная динамика обуславливается мероприятиями по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, улучшению качества подготовки водителей, повышением эффективности организации движения, ликвидации опасных участков дорог. Комиссия по безопасности дорожного движения продолжает вести работу над ликвидацией очагов аварийности, то есть дорог, на которых в течение года происходили дорожно-транспортные происшествия. Многие вопросы, которые, я понимаю, должны стоять на контроле, не стоят. Но у нас есть пока еще нерешенные вопросы по очагам аварийности. Сколько у нас осталось их? Шесть. Шесть. Вот надо иногда на эти очаги аварийности выходить и там выставлять посты, чтобы каким-то образом заставить людей думать, нарушать там правила дорожного движения или не нарушать правила дорожного движения. График ближайших мероприятий по устранению очагов аварийности спланирован на год. В числе проблемных мест Алексей Валов обозначил Т-образный перекресток рядом с Монина, который создает пробки. Решением может стать регулировщик дорожного движения. Такое же решение может быть эффективным и на улицах Заречной и Талсинская в городе Щелково. Эти пробки, конечно же, можно было бы побыстрее разогнать и поставить бы регулировщик дорожного движения. Не знаю, есть ли они у вас там в плане, нет у вас там в плане регулировщик дорожного движения. Но если бы там вставить на это время, когда идут такие вот масштабные коллапсы дорожного движения, там, конечно, процесс бы побыстрее пошел. Обсуждали системы установки дорожных неровностей на улице Центральная, в деревнях Каблуково, Протасово, Малые Петрищи, селе Душеново. Целесообразность строительства светофорного объекта на пересечении улиц Фрунзе и Свердлова. Поддержала комиссия установку дорожных знаков на улице Комарова, 14-16. Среди прочего, обсудили обустройство прилегающей территории у станции Воронок и варианты устройства площадки для стоянки автобусов и такси в Щелково-7. Обсуждение этих вопросов будет продолжено на следующих совещаниях. На повестке дня прозвучала важная для жителей тема. Дачный сезон для передвижения в этом году будет непростым. С 10 мая по 24 августа на Щелковском шоссе начинается ремонт. Работы будут проводиться на всем протяжении трассы с 16 по 31 километр.